Приветствую вас, и я, значит, как минимум, хотел бы разделить ваш вопрос на две основные части. Первое, это, собственно, навязчивые мысли, и второе, это дурное предчувствие. Значит, начнем мы, пожалуйста, с навязчивых мыслей, потому что они представляют собой такой более серьезный аспект, более такой сложный аспект. Во-первых, навязчивые мысли, как вам уже сказала моя коллега, это заболевание. Это психическое заболевание, которое диагностируется врачом, психиатром, и, соответственно, назначается лечение медикаментозное, в том числе и психотерапевтическое тоже. Навязчивость мыслей, именно с психологической точки зрения, можно характеризовать как нечто важное вам, но не имеющее средств к разрешению. То есть, по сути дела, ваши навязчивые мысли, это показатель того, что у вас есть некая проблема, и эту проблему вы хотите, но не можете решить, не видя из нее выхода, не видя средств решения. И для того, чтобы эти средства решения найти, вам необходимо, ну или, по крайней мере, желательно, проманевировать всю ситуацию, которая поражает навязчивые мысли, и постараться понять, как можно это все разрешить. Понимаете, я посмотрел ваш профиль, и там у вас, значит, вот, вы как бы вопрос выдаёте уже не первый, но выдаёте вопрос достаточно короткий. То есть, понимаете, для психологии очень важно, чтобы вы как можно больше информации предоставили о себе, и наш вопрос получается слишком общим, и эксперт вынудит гадать. То есть, кто-то там, например, угадает, кто-то не угадает, и так далее. А гадание, это всегда, ну, как бы, по сути, это предположение, а предположение, это довольно непрофессионально. Непрофессионально. Вот. А к чему я это все? К тому, что при навешивании мыслей, при навешивании мыслей, значит, нужно определять их характер. Откуда они у вас? С чем они связаны? Какова их природа? И так далее. Вот это все очень и очень важно. Потому что по-другому, по-другому не получится разрешить вашу, вот, собственно, проблему, именно связанную с навязчивыми мыслями. Далее, значит, что касается теперь второго аспекта, это дурное предчувствие, как вы говорите. И здесь мне бы хотелось сразу вам пояснить, что предчувствия, любые предчувствия, являясь проявлением интуиции, всегда представляют собой принятие счастья за целое. То есть, что это значит? Используя интуицию, вы, основываясь на части имеющейся перед вами картины мира, предполагаете наличие полной картины. И, тем самым, помещаете себя, по сути, в состояние стресса. В положении стресса, когда вы, вроде бы, не уверены в том, что вот то, что вы, например, знаете, то, что вы, например, чувствуете, понимаете и так далее, является тем, что действительно, как бы, ну, присутствует в мире, скажем так. В этом аспекте важно понять, почему, опираясь на такие положения, как часть общего, часть целого, точнее, по же прощению, часть целого, почему, опираясь на часть целого, вы допускаете наступление именно негативных последствий. С чем это связано? Может быть, что-то заключается в том, что у вас есть именно негативные смысловые установки, которые мешают вам предполагать в равной степени, как, ну, как ваш положительный исход ситуации, да, так и отрицательный исход ситуации. То есть, негативные установки превалируют у вас над позитивными. И, соответственно, нужно обязательно разобрать с вами, почему так происходит. Чем связан подобный процесс и подобное развитие, развитие, я имею ввиду, вашего мышления, почему вы делаете именно такие выводы. Это ключевой и важный момент. Понимаете, плохое предчувствие может быть как следствием того, что вы благодаря своей интуиции и благодаря такому качеству сознания, как предвосхищения, предвидите то, что происходит. Вы вполне можете это предвидеть. Вы вполне можете это делать. Действительно, вполне у вас есть такая возможность. Но, если вы, допустим, предвидите это действительно, то, почему тогда вы не предпринимаете никаких действий для того, чтобы свою ситуацию поменять. Вы говорите, у меня плохое предчувствие. Связано это предчувствие с чем? С тем, что происходит вокруг вас, но вы в силу своей субъективности восприятия не можете, не можете, значит, это проанализировать. И, соответственно, если вы не можете это проанализировать, то в этом вам поможет психолог, который вместе с вами проанализирует те обстоятельства в вашей жизни, которые с вами происходят, и вместе с вами найдет причину того, что вызывает у вас дурное предчувствие. Я же хотел бы вам порекомендовать, чтобы вы сделали одну важную вещь, чтобы вы ссили и подумали, подумали для себя, а с какого момента, с какого момента у вас началось вот это вот дурное предчувствие? Как давно вы это дурное предчувствие ощущаете? Постарайтесь подумать, с какого момента у вас это началось. Это и станет отправной точкой для того, чтобы вы сами могли определить для себя, значит, что именно с вами происходит, чем вызвано дурное предчувствие. анализируя ваш предыдущий вопрос, где вы спрашивали про мужчину, который никогда не извиняется, и который, в общем, не признает ошибок, я полагаю, что дурное предчувствие может быть связано с тем, что вы не ощущаете себя любимой, что вы ощущаете, что вы находитесь в состоянии стресса, постоянного стресса, и что ваши отношения, грубо говоря, не развиваются так, как вам этого бы хотелось. И, соответственно, дурное предчувствие связано у вас с тем, что вы как бы понимаете, что ничего хорошего из ваших отношений не поручится с мужчиной, я имею в виду. И чувствуя это, но не желая отношения, например, завершать, вы находите в состоянии негатива, и находясь в этом состоянии, в состоянии негатива, вы, естественно, мучаетесь, потому что вам кажется, что все в итоге будет не так хорошо, как сам бы того хотелось. И правда здесь заключается в том, что для того, чтобы было так, как вам хочется, для того, чтобы было так, как вам того хотелось бы, нужно, чтобы вы целиком и полностью, значит, старались нести ответственность за свою жизнь самостоятельно, чтобы вы не перекладывали ответственность в себя на кого-то другого. тогда и дурного предшествия у вас не будет, потому что вы будете знать, куда вы идете, к чему вы стремитесь, каков ваш, по сути дела, путь. И вот только так вы можете прийти к тому, чтобы избавиться от дурного предшествия. Это на самом деле не так может быть просто, как кажется, потому что то, что я писал, может быть, действительно не таким простым. Но, поймите, что если вы желаете сами избавиться от вот этих вот своих моментов сами, то есть вы не нашли себе эксперту на ресурс, даже после того, как на предыдущий вопрос, вам был дан ответ, вы сделали этот ответ лучше. Вы не выбрали себе эксперта, вы не поработали с ним, вы не хотите лично консультироваться. А раз вы не хотите лично консультироваться, значит, вы рассчитываете на свои собственные силы. А если вы рассчитываете на свои собственные силы, то вам не средства, а средства, которые необходимы для того, чтобы у вас получилось сделать то, что вы хотите. я вам и стараюсь сейчас дать. Другое дело, воспользовались ли вы ими, другое дело, будете ли вы ими пользоваться, другое дело, как вы их увидите, как вы их используете и так далее. Вот. Касаемо навязчивых мыслей, я бы еще, наверное, хотел бы сказать следующее. Касаемо навязчивых мыслей, мне бы хотелось сказать еще вам так. Понимаете, в чем дело? Навязчивые мысли важны. Они могут быть следствием этого дурного предчувствия. Ну, опять же, вам это коллеги уже говорили, но я, тем не менее, повторю. Следствием, значит, дурного предчувствия и, соответственно, если факт дурного предчувствия вы уберете, как бы нейтрализуете его, то очень может быть очень может быть, что и навязчивые идеи у вас уйдут и исчезнут, просто потому, что для них больше не будет питания, для них больше не будет благоприятной среды, чтобы они появлялись. это то, что я хотел вам сказать. На самом деле, информация очень много о вас, я имею в виду. И на самом деле, мне бы хотелось, чтобы вы прошли хотя бы несколько полноценных, больших консультаций, я имею в виду по часу, хотя бы, не обязательно со мной, может быть, с кем угодно, но чтобы вы выбрали эксперта и проработали с ним свою проблему. Потому, что задавая вот так вопросы разрослыми, еще и такие короткие, вы, скорее всего, с большей долей вероятности получите ответ, который не полностью отражает суть вашей проблемы. Потому, что я уже сказал, что задавая такой неполный вопрос, вы, сами того, может быть, не желая, обрекаете экспертов на то, что они как бы занимаются предположением. Мы предполагаем что-либо, когда отвечаем на подобное. И поскольку ваш вопрос, он является платным, нам бы хотелось ответить на него максимально подробно, максимально подробно, максимально полно, и, знаете, остается такое чувство, что мы вам что-то не рассказали. Остается такое ощущение, что мы вам чего-то не додали. и правда заключается в том, что мы и не можем вам додать. Опять же, из-за того, что мы не знаем всей картины происходящего с вами. Вот какие-то разродненные кусочки вы нам даете. про мужчину спрашиваете, признаете, что он алкоголик, например, и так далее. И задаете вопрос о причинствии. Но это все лишь кусочки общей картины, а вся картина нам, к сожалению, не видна. И вот для того, чтобы ее увидеть, нужно с вами работать. Я надеюсь, что вы последовательно моему совету. Это именно совет. Резко даю советы, но это именно совет. Последователь моему совету и поработайте такими с экспертами, поработайте с экспертами на предмет того, чтобы как-то решить свою проблему. Я надеюсь, что вы меня услышите. На этом я думаю, можно закончить. Надеюсь, что мой ответ хотя бы немножко помог вам. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, напишите их в личку, я вам отвечу на них. если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Продолжение следует...